Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители портала Тутбай. Меня зовут Катерина Сипакова, я редактор IT Тутбай. Сегодня у нас в гостях почетные гости представителей национальной белорусской сборной на ВЦГ World Cyber Games 2012 года. Денис Богуш, тим-лидер национальной сборной, Максим Дорощенок, известный под ником Джакал, который сражался в команде Дота, и Антон Плебанович, также известный под ником Ловели, который сражался в дисциплине StarCraft 2. Здравствуйте, господа. Очень радостно вас видеть буквально через пару дней после возвращения из Китая. И очень радостно за ваши заслуги, за ваши достижения. Лучше за все годы участия белорусской сборной в World Cyber Games. Ну да, спрашивать, наверное, что вы чувствуете, немного глупо, потому что вы, наверное, еще устали и не до конца... Наверное, ребята уже начали чувствовать. Уже начали чувствовать? Да, и, наверное, медали и дипломы помогают что-то чувствовать. Да, ну, начнем, наверное, с неприятного, чтобы закончить на мажорной ноте. Насколько мы поняли из репортажа, из текстового репортажа, который велся на портале Сан-Жибай, не все было так гладко в плане организации. Были некоторые шероховатости. Один момент напрямую коснулся Антона и чуть не привел его к досадному проигрышу в одном из сражений. Что еще? Какие еще моменты организационные, может быть, мешали? Или, наоборот, может быть, что-то помогало по сравнению с предыдущими этапами? Ну, давайте, может, я начну как тимлидер, который переживал каждый из этих вот... Может быть, даже что-то ребята не видели и не знали, как бы он видел все и видел. Не знаю все. В общем, самый первый неприятный момент, конечно, это отсутствие нормального интернета. То есть нормального выхода на внешний... внешнего канала. То есть выхода в мир. Но вот они максимально сконцентрировали все силы на игровых зонах. То есть максимальный канал отдавали на игровые зоны. И в пресс-зоне, к сожалению, не оставили практически ничего. Но, исходя из того, что я видел и по игре ребят, и на игровую зону тоже не хватало. То есть очень четко было заметно, в принципе, что то, что говорилось всегда до этого, о том, что Китай настолько самодостаточен как в производстве собственных каких-то вещей, так и в использовании внешнего выхода в интернет, но он им просто не нужен. То есть они пользуются, грубо говоря, внутренними ресурсами. И для них, скажем, 100 на 100 мегабит, я думаю, это просто какие-то невероятные цифры. То есть то, что я увидел. Из-за этого мы очень сильно пострадали, в том числе мы не могли актуально отдавать информацию, не могли отдавать видео. Мы закачивали, по-моему, 3,5 гигабайта 26 часов, но мы так и ничего не закачали. В это же самое время у ребят были проблемы на игровых зонах. То есть не хватало скорости интернета. Если брать и сам игровой процесс, то ребята, играющие в доту, просто не прорисовывались картинки в игре. То есть если, скажем, он выбирал героя, который герой дальнего боя, то он просто не видел, что происходит после выстрела героя. То есть он не видел, как летит какой-то там или стрела, или какой-то каст. То есть он не видел этого. И уже у ребят была стратегия выработана. Если это будет так и дальше продолжаться, то они просто будут брать героев ближнего боя. И просто... То есть они максимально адаптировались, пытались адаптироваться к существующим условиям. Но, соответственно, после первого дня игр, после того, как мы проиграли на сцене китайцам, которые заняли первое место, мы им проиграли, к сожалению, с такими проблемами. К нам органы подошли и сказали, что завтра все будет исправлено. И, в общем-то, благодарили нас за терпение и, в общем-то, извинились. Исправили? Исправили, да. На самом деле исправили. Стало получше. Но, в любом случае, когда мы играли непосредственно с корейской, со сборной Южной Кореи, их не устраивало, ну, совсем ничего не устраивало. И они пытались... То есть ребят нашим, как бы, мы уже адаптировались, да, мы более-менее нормально были. А люди со сборной Южной Кореи, как бы, они выросли в парниковых слоях. То есть у них очень хороший интернет в стране, да. У них очень хороший, ну, очень хорошо развит киберспорт, в принципе, да. И вот пытались нас, загнали нас на сингапурский плеер. Да, на другой хост. Да, на сингапурский сервер, в общем-то, из-за которого мы тоже, в общем-то, своего рода страдали, так сказать. Но взяли инициативу в руки и начали выигрывать. Вот, на сингапурском моих сервере. Вот, после чего они сказали, что все равно все не так и все равно. То есть это поведение, оно, как бы, его тяжело назвать спортивным, потому что все в равных условиях, как бы, да. Ну, в общем-то, мы, как люди такие, привыкшие терпеть, что ли, да. Да, русская ментальность. Да, 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 да. Мы, в общем-то, смирялись со всем. Что касается Антона, как я это видел, мы абсолютно спокойно в один из дней проснулись, абсолютно спокойно позавтракали. И, в общем-то, потихонечку начинали собираться в игровую зону. У Антона режим, он месяц жил по китайскому времени, он готовился к чемпионату. И у него, соответственно, да, очень все серьезно. У него утренняя чашка кофе, у него нужно сосредоточиться, посмотреть направо-налево, да, то есть не спеша, все, в общем-то. И нам звонят организаторы, ему звонят организаторы, а мне звонят люди из прессы, которые там с НГБ присутствовали. И говорят, что, в общем-то, организаторы его ищут и хотят дать ему техлуз, техническое поражение, потому что его до сих пор нет. Что уже конкретно произошло, Антон сам расскажет, потому что он общался непосредственно с судьей. Да, Антон, расскажите, пожалуйста. Там такая неприятная ситуация, на самом деле, была. У меня, как бы, после матча, когда я выиграл корейца, вот, это такая победа очень значимая, знаковая для меня, потому что я до этого был практически никем, и тут я заявляю про себя. И, как бы, ну, мы вместе все с командой радовались очень сильно, и я, как бы, на эмоции хожу, мне тут звонят с дома, да, поздравляют. И тут ко мне судья подходит и говорит, что он хочет, как бы, комментировать мой матч, но я, в принципе, не против, и я его чуть не допонял. Вместо того, чтобы, как бы, он изменил свой график там, чтобы как-то под меня построиться, он взял, просто передвинул мой матч на более раннее время. То есть сделал мне медвежью услугу, потому что, ну, я изначально рассчитывал на более позднее, но я его недопонял. И в результате так вот получилось, что утром я встаю, только вот готов там, ну, зарядку сделал, душ принял, собираюсь кофе выпить. Мне звонят, говорят, полчаса до матча, а там ехать полчаса до этой вот игровой зоны. Ну, и, конечно, тапки в руки и бегом. Вот, как бы, ну, это отразилось немного все-таки на моей игре, и, возможно, как бы, какую-то ключевую роль это сыграло в моем поражении. То есть я, конечно, не проиграл технически, но... Моральный дух подорван. Ну, и не выиграл в конечном итоге все-таки. Да, моральный дух, конечно, подорван. Вот, то есть все-таки неприятный инцидент. Да, ну, тем не менее, Антон, у вас четвертое место в StarCraft 2. Ага, важно ли вот эта вот цифра 4, или все-таки стоит обращать внимание здесь на другие нюансы, на то, кого победили, кому проиграли? Ну, я побил, на самом деле, очень много личных рекордов, в том числе и рекорд, наверное, страны, в том плане, что я, наконец-то, смог выйти из группы на ВЦГ после 5 лет. То есть я в первый год смог выйти из группы, и вот потом у меня 4 года не получалось это. В этом году я не просто вышел из группы, и, как бы, прошел сначала в восьмерку лучших, а потом победил главного фаворита турнира и прошел, как бы, уже в четверку лучших. Я дважды побил свой рекорд личный. То есть для меня, во-первых, одно уже это достижение, очень огромное. И плюс, как бы, выбить двух корейцев, тех, кто, как бы, считаются вообще непобедимыми, по сути. И, как бы, тройка обычно вся призовая их. То есть, ну, я считаю, что я очень много показал именно своим выступлением. И тем самым помог китайцам. И китайцу, и француз, как бы, второе место занял, много благодаря тому, что я смог расчистить ему дорогу. Да, прекрасно. Ну, да, результаты, конечно, впечатляют. Да, и результат команды Старкрафтеров тоже впечатляет. Третье место, вот, доказа... Дота, да, да, простите. Да, результаты, подтверждение результатов у нас тоже в студии присутствуют. Максим, вот если бы не все эти неприятные моменты организационные, как вы думаете, результат мог бы быть еще лучше? Ну, вообще, китайская дота-сцена очень сильная. Получается, играли еще с командой. Вообще, не то, что там в ЦГ, там, приехали каких-то 10 команд. Они, получается, занимают... Вообще, первое место есть. Ну, турнир по доте. Там идут эти китайцы, которые в нашей игре топ-1 мира. То есть, они очень сильные. Я, как бы, ну, лагал очень сильно. Ну, первый день. Когда там анимации не выскакивали, еще какие-то проблемы. Ну, я в лаги не виню в том, что мы проиграли, потому что у них такая... То же самое было. У них лагало так же, и у нас лагало так же. Поэтому тут, значит, на лаги скидывать не надо. Они просто сильнее играют. Так, я считаю, это очень хороший результат, который достигли. В общем, да. Это правда. Результат хорош. Как человек, поездивший по этому СГ, и четко понимает, что такое результат. Вот, ребята еще не приземлились. Они еще все еще где-то в самолете. То есть, они вот... До них это доходит, но вот чуть попозже. Это здорово. С одной стороны, хорошо, потому что ничего не вырастает, никаких корон на голове. Да, они... Они вот взлетели, половину из них больше, половину первого раза в жизни. В общем, сомались, оторвались выше, чем на три метра, да, от земли. Принесели на чемпионат мира, заняли третье место. На них повесили медали, дали диплом. Они все еще не понимают, что произошло. Да, еще не до конца. Они просто взяли и сыграли лучше, чем 40 стран мира вообще других. Просто взяли и сыграли лучше. Вот. Для меня, как человека четко понимающего, что произошло, я скажу вам, вообще вот этим всем мы, в общем-то, делаем историю, киберспортивную историю республики. Потому что, ну, так много и так долго гореть нашим флагом на сцене, на этих огромных экранах, ну, это просто нечто невероятное. То есть, я думаю, что как минимум китайцы заучили, что, в общем-то, вот что-то уже начинаем запоминать. Беларусь, Беларусь, Беларусь. Нас даже в аэропорту ловили, мы уже летели домой. И даже в аэропорту у нас какой-то китайец, какого-то гейта, который заходил там совершенно вообще в другой стороне, прибежал. И он говорит, ребятам, это вы, вы победили Орнш, малазийцев, вы заняли третье место, спасибо, давайте фотографироваться. То есть, не говоря уже о том, что было там, ну, в самой игровой зоне. Они реально запомнили вообще, и это здорово. Да, это безусловно здорово. Это обязательно должно поднять имидж нашей страны на мировой арене. Да, вот, кстати, прозвучали еще названия других стран, которые вошли в топ, вошли в число победителей в разных дисциплинах. Очевидно, что в этом году состав победителей национальный. Состав победителей немного не такой, как был, например, в 2011 году. Вот, по крайней мере, в Старкрафт, вот мы выяснили, с чем это связано, но, по крайней мере, один из аспектов. Меняется ли сейчас действительно национальный состав вот сильнейших киберспортивных команд в мире? Знаете, я вот совсем недавно прочитал, что, оказывается, нас, в принципе, осталось очень мало. У нас европейцев, да? То есть очень много азиатов, очень много темнокожих. И сейчас получилось так, что, ну, их так много. То есть вот в Китае их так много, и они бегают везде. И как можно было у них выиграть, ну, мне вообще непонятно было. До самого последнего матча, да? Если брать 2012 год и 2011 год, 2011 год, конечно, это была Южная Корея, и там национальная сборная Южной Кореи, да, одержала победу в общем зачете. Здесь, в Китае, соответственно, Китай может ему просто внутри страны привести много игроков, как бы, да, и которые могли бы конкурировать с любыми странами. Соответственно, здесь победила сборная Китая в общем зачете. Вот. Ну, опять же, еще раз скажу, что корейцы тоже, наверное, они проиграли просто из-за того, чтобы нужно было куда-то ехать, может быть. Может, люди не привыкли к передвижению. Может быть, они, ну, я не знаю просто, что произошло, но так получилось, что они, в общем-то, даже, наверное, не вошли в топ-3, я так понимаю, стран, да? Если брать по количеству победителей. Ну, у них золото в Старкрафте есть. А, золото есть. А, да, может, и попадут, да. То есть, в любом случае, слово последнее за азиатами. То есть, это четко понятно, то есть, тут сегодня это Китай, 2012 год, это сборная Китая. Они получили кубок заветный, они вышли всей толпой, все сборной, в красных таких байках своих. Вот. И, в общем-то, получили ее. В прошлом году это была Южная Корея. Ну, да, как говорится, дома и стены помогают, наверное. Да. Да, ну, и, в общем-то, в азиатском регионе, скажем, население тоже способствует тому, чтобы выбрать сильнейших, да, лучших. У них, да, у них выбор больше в любом случае, тут уж никак не воспоришь с этим. Да, вот, Денис, наверное, вопрос тоже к вам. Хотя и Антон тоже, как неоднократный участник финальных игр, ВЦГ тоже сможет сказать что-то. В этом году особенно много болельщиков высказывалось о том, что ВЦГ уже не тот, мягко говоря, мол, и дисциплины уже не те, которые хотели бы, к которым привыкли. Не все, по крайней мере. И вообще уровень как-то, ну, так себе подкачивает. А вот вы, как наблюдатели, Денис, как более сторонний наблюдатель со стороны организаторов, Антон, как участник непосредственный, что можете сказать? Вот что на самом деле улучшается или ухудшается? На месте это, понятно, не стоит. Да, я вот начну, наверное, Антон продолжит. То, что я увидел в этом году, я скажу честно, откровенно положу руку на сердце, я был во многих странах, я был в Штатах, в Лос-Анджелесе, я был в прошлом году Южной Корее, на родине ВЦГ. В этом году масштабы мероприятия в два раза превышают масштабы тех, которые были до этого, я имею в виду количество стендов, представлены дисциплин именно визуально, то есть каждая дисциплина строила под себя стенд. World of Tanks – огромный стенд, огромные экраны, красивые люди работают на стенде, да, то есть танки, ну, и все это было так, на самом деле, сделано визуализационно красиво. Вот, и отдельная игровая зона в отдельном ангаре, то есть такого же размера, как, в общем-то, и там, где основная сцена. По количеству людей, однозначно, даже больше, чем в Чинду в 2009 году, все-таки близость к Шанхаю она дает, ну, себе знать, вот. Конечно, что касается дисциплин, и в некотором смысле я поддерживаю тех, кто говорят о том, что стало мне неинтересно. Я объясню, почему. Потому что говорят именно те, а именно кайсеры, тут те люди, которые играли в Counter-Strike. Я всю жизнь поддерживал команды по Counter-Strike, я безумно люблю эту игру, ввиду ее такой составляющей, слегка, может быть, там, какой-то военной, да, там, то есть, там, какая-то, да, 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 вот. Но в этом году кайс 1.6 устарел, вышел кайс Гоу, я так понимаю, просто ребята не успели войти, так сказать, на рынок, и, соответственно, утвердить это все как первоположенную дисциплину на ВЦГ. Но при этом всем в зрелищности ничем не хуже, чем было с присутствием кайса. Да, мне было менее интересно, и таких, как я, очень много, вот они об этом и говорят. А на самом деле, вы не представляете, как тесно в Старкрафте вообще в мире, то есть, как тесно вот Антону играть, в принципе, в Старкрафт, потому что кругом одни профессионалы. Люди до сих пор играют в Китае в Варкрафт. Варкрафт собирает толпы народ больше, чем на Старкрафт 2. Самая большая сцена, наверное. Да, самая большая. Я не знаю, сколько их было, ну, может, тысячи три. Тысячи три знаковых голов, вот, просто вот, ну, они... Не пройти. Да, мы были, у нас было большое преимущество, мы их выше примем, сантиметров на 30. И, знаете, когда становишься, и вот перед тобой вот так вот, вот, три тысячи голов одного цвета, и все макушками вот на тебя смотрят, и ты понимаешь, и поднимаешь голову, и понимаешь, что не смотрят на Варкрафт. Ну, это, то есть, это так непонятно, и я скажу, что если бы, например, вы провели какой-нибудь опрос в Китае, да, то примерно, наверное, полмиллиарда сказал бы, что какой КС, ну, там, о чем вы говорите, какой Контерстрайк, нет. Потому что есть дисциплины, которые присущи Европе, есть дисциплины, которые близки Азии, есть дисциплины, где играют и там, и там, понимаете. Вот мы сегодня выехали в тех дисциплин, где играют и там, и там, вот, поэтому, как бы, это мнение, оно слегка предвзятое, потому что оно локальное. Но если брать, так сказать, заинтересованность в мире, то сегодня я вижу доту вторую, огромную перспективу у этой игры, потому как в ней играет просто очень много людей, и поэтому они молчат. Если бы не было дота второй, наверняка было бы еще больше негатива, чем вот сейчас мы читаем, да. Ну, вот, Антон, может быть, ты что-то скажешь по поводу того, что ты его видел? Ну, организация однозначно, как бы, не идет на убыль, да, то есть только плюсы, я замечаю, это в плане доставки, как бы, проживания, все всегда идеально было у ВЦГ. Единственное, что, конечно же, так как вот, когда проходит чемпионат в какой-то одной дисциплине, намного легче все освещать, каждый матч, то есть куча комментаторов, и, как бы, люди все видят. В ВЦГ немного другая цель, как бы, тут куча дисциплин, и она, как бы, ориентирована на людей, которые не только за одной игрой следят, а за многими. Поэтому, как бы, если смотреть, ну, как телевизор, да, то проблем никаких, но если тебе интересен только вот тот же Старкрафт или та же Дота, и ты хочешь посмотреть, как белорусы, там, каждую игру отыгрывают, конечно же, тут проблемы начинаются, потому что какие-то игры шли, можно сказать, так, за сценой, их нельзя было никак увидеть, и результаты очень не своевременно обновлялись, во многом Денис сказал, почему, из-за интернета, кое-что там у организатора просто не хватало, ну, живой силы, скажем так, чтобы заняться этим. Вот, то есть, для зрителей, возможно, немного в минус в этом году было, но в целом, для тех, кто пришел туда, китайцы вот эти все, я уверен, там, большинство просто было очень довольны всем этим. То есть, делалось именно для зрителей не по интернету, а вот для тех, кто вот там был. Мне, как игроку, тоже очень там понравилось. То есть, однозначно, хоть и говорят, что там призовой фонд уменьшается, и вот дисциплины другие, я считаю, что в целом, в этом году ВЦГ шло со временем, и дисциплины были актуальны. То есть... Ну да, то есть, ВЦГ на самом деле уже не тот, но не хуже. Что сказать? По-прежнему, чемпионат мира, это единственный чемпионат мира, который действительно охватывает много дисциплины. Чтобы понимали по поводу, ну, опять же, мнения людей о том, что ВЦГ не тот, потому что призовой уменьшается. На Олимпиаде, ну, простите меня, но нет призового вообще. То есть, тебе дают медаль, ты уезжаешь домой и ждешь от правительства своей страны каких-то наград. То есть, квартира там, денежное вознаграждение, машина там, да, то есть, в каждой стране по-разному. Тут то же самое. На самом деле, все люди, принимающие участие на ВЦГ, чемпионы, которые вот, нынешние чемпионы, эти все ребята на контрактах, и все ребята играют за какой-то клуб, так сказать, грубо говоря, чтобы люди поняли, да, они уже самодостаточные, они имеют зарплату, и они получают бонусы. Бонусы от того, что они выиграли. То есть, сегодня позиционирование ВЦГ перестало быть, как бы, неким таким большим коммерческим проектом, который был до этого, там, где давали просто миллион долларов США, расписывали на 10 дисциплин, они уже поняли, что они подросли, они с 2001 года это все подробно проводят, да, и они себя позиционируют, как обычную Олимпиаду, Олимпиаду там, где ты должен хоть раз что-нибудь выиграть, чтобы доказать, что ты вот реально спортсмен, что ты чего-то достойный, вот, поэтому, как бы, я говорю, очень много мнений, которые можно оспорить на эту тему. Да и для игроков самих деньги не главное. Да, тут однозначно, да. Ну, вот ребята говорят, ну, и я так понимаю, тут тоже никто не летает на собственных самолетах, да, и не живет там, да, в больших там пентхаусах, да, то есть они приехали на чемпионат мира, увидели кучу разных флажков, которые еще и, может, даже и не видели в жизни, да, увидели кучу разных людей, объединенных одним интересом, пообщались, ну, ну... Это со стороны, которые, вот, зрители, они думают, о, главное, деньги, призы, нам главное слава, показать что-то, что мы можем. Да, вот, кстати, ребята, вопрос к вам. Хотелось бы в будущем, чтобы киберспорт в Беларуси развился настолько, чтобы вы могли заниматься этим профессионально и только этим, и зарабатывать этим на жизнь? Ну, насчет доты, ну, оно вообще в Беларуси очень слабо развито, но очень мало игроков сильных. Ну, конечно, хотелось бы, но, чтобы этим заниматься, это нужен какой-то такой человек, который у нас нет в стране, там, чтобы проводил какие-то турниры. Честно, Денис обидится. Я не претендую на это. Чтобы проводил какие-то турниры. Пока что. Чтобы, ну, мотивация, ну, во-первых, нужна мотивация. Для дотеров в нашей стране мотивация – это деньги. То есть, если какой-то турнир будет проводиться там, где много денег или что-то еще, дотеры будут собираться и играть как-то. А так у нас, получается, в нашей стране дотеры играют сами с собой, белорусами, не хотят чего-то больше достичь, не играют с другими. И они просто собрали 10 друзей, давайте мы 10 друзями будем всегда играть. То есть, просто развлечения. Да, просто развлечения. Никакой профессиональной, там, ничего от этого нет. Поиграем, потом мы будем толчек ща им. Да, 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 именно так. А вот у нас, получается, вот есть вот такие люди там в Беларуси, можно по пальцам пересчитать, человек 10, которые могут реально что-то достичь, они вот играют на разных, может, лиги есть в доте, вот они играют там, что-то хотят дощить, всегда что-то проныривают куда-нибудь и так далее. Но только такие что-то добиваются. Понимаете, для того, чтобы им дать что-то, чтобы они что-то отдали, нужно им что-то дать. На первое время так и есть. Да, то есть, в любом случае, вот Антон, яркий пример, Антон человек, работающий, работающий на FX Open, на Forex Club, у него, это официальная его команда, и он понимает, что он делает. Тут, понятно, 5 Антонов, то есть, тут как бюджеты X5, да, то есть, тут база X5 больше должна быть, да, то есть, тут гораздо больше всего, тимплей всегда отличался тем, что, ну, он всегда гораздо более затратный. Так вот, посмотрев на игру в этом году, ребят, и я надеюсь, я успею, вот пока тут еще никто ничего не забыл, да, донести до кого-нибудь о том, что можно все это дело повторить, а может быть и улучшить в следующем году, я обязательно буду разговаривать с новыми партнерами, которые мы получили по приезду сюда, о том, чтобы каким-то образом поддержать эту команду. Потому что, ну, еще есть моменты тяжелые, как бы, например, у него учеба, да, там, у кого-то там нужно помочь семье, кому-то еще, ну, родителям тяжело, у меня вот два 17-летних человека было в команде, да, 17 лет, родителям чуть тяжело объяснить, как он может, скажем, свое свободное время, которое он проводит, там, например, помогая родителям копать картошку, ну, к примеру, да, как он может свободное время потратить на, в игру и с помощью этого заработать. Это тоже нелегко. Родители, да, потому что они из того века, ну, как бы, и это нормально, это нормально. Поэтому мы потихонечку до этого идем, ну, к этому подходим и по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот, Антон, может, рассказал бы о своей, как бы, ну, если тебе, если вам интересно, о том, как вообще он работает. Ну, тут вот, да, как бы, вот, вы говорите, Беларусь, можно ли тут, как бы, у нас это все развить? Сейчас, когда век технологий цифровых, сейчас мир уже потиху объединяется, границы стираются, и сейчас каждый человек сам себе хозяин, по сути, то есть все для этого у него уже есть. Благодаря вот сейчас вот Беларуси очень хорошо интернет развивали, ну, развили, в регионы провели, как бы, хорошее соединение, быстрое. И сейчас вот новые все игроки появляются в регионах. Если раньше Минск, это был центр киберспорта у нас, сейчас регионы потиху начинают уже диктовать свои, как бы, и условия, и показывать, что они тоже что-то могут. И вот лично для меня, как бы, я вырос, можно сказать, из страны, то есть я сейчас, это мировая есть арена, как бы, пожалуйста, если ты хочешь, то ты тренируешься, ты достигаешь чего-то, и ты уже все, мировой уровень, и ты не ограничен рамками только одной страны, спонсоры, соответственно, ну, не надо тебя искать там конкретных локальных спонсоров. Тебя берут какую-то команду, там, это, может быть, или российская, или украинская, или американская команда, любая. Важно, чтобы ты показывал результат. И, как бы, все для этого есть. Ну, нужно только желание. Ну, и, как бы, да, свободное время, потому что вот молодым игрокам тяжело, потому что надо учиться обязательно. Потому что ты никогда не знаешь, как этот киберспорт повернется, как там будет в будущем. Поэтому надо себя как-то подстраховывать, и все, этому времени взять нельзя. Мне проще. Я уже отучился, у меня как бы был выбор. Я мог пойти работать, там, программистом, или, ну, или кем угодно. Либо я вот тут сижу дома, тренируюсь, и найду себе команду, которая будет меня потом поддерживать, так, чтобы я мог не думать о деньгах. Я выбрал вот второе, и, как бы, я не жалею сейчас об этом. Это приятно. Ну, да, то есть, все-таки можно, если найти правильную лазейку, то можно у нас в Беларуси киберспортом зарабатывать на жизнь. Ну, можно, да, зарабатывать. Ну, жить можно киберспортом, не припеваючи, скажем так. Ну, так, что ты делаешь то, что тебе нравится, и, я считаю, не каждый может себе такое позволить. Ну, то есть, если бы вам предложили сейчас защищать флаги другой страны, вы бы согласились? Нет. Нет? Однозначно нет. Я никуда не собираюсь отсюда уезжать. Я, как бы, здесь живу, здесь мой дом, и только Беларусь. Конечно, я играю, ну, можно сказать, у меня команда не белорусская, и, как бы, в каком-то мере я защищаю другой флаг, но, тем не менее, всегда на всех турнирах, несмотря на то, что написано, какая у меня команда, есть флажок Беларусь. Так что, ну, я на два фронта работаю, можно сказать. Патриот, ты на два фронта работаешь. Ну, это приятно согласиться, что все-таки, да, белорусский флаг защищен остается. Да, в общем-то, тоже очень интересно, мне было всегда узнать, как у ребят, вот, особенно у дотеров у вас, Максим, в частности, хватает времени и поиграть, всерьез поиграть и защитить честь страны, и еще и учиться, и учиться тоже хорошо надо. Ну да, ну, на самом деле, когда вот такой вот турнир в ЦГ, ну, какая-то, ну, должна быть подготовка к нему, и выбираешь какой-то приоритет уже. Ну, в тот момент я выбирал доту, то есть, на учебу я только ходил на пары, получается, и, ну, очень мало учил. То есть, если ты хочешь реально что-то показать, тебе нужно многое вот в это время и уделять. Ну, если очень хорошо, если очень захотеть, то можно и найти время и на учебу, и на доту. А как у остальных ребят? Получается удачно совмещать? Ну, кое-как где-то что-то хвосты остаются, конечно, но потом закрываются, это закрывается. Время находится всегда, если очень захотеть. А преподавателям, может быть, сейчас уже проще объяснить вообще, чем вы занимаетесь, куда это вы вдруг сорвались и поехали перед сессией? Ну, то, что выиграли, да, это, конечно, плюс уже показать, что защитили свою страну, заняли призовое место в первый раз, можно сказать. Ну, да. А до этого они говорили, главная учеба, нам неинтересно, что вы там занимаетесь, это ваше личное дело. А сейчас уже более так лояльно относятся. Ну, если преподаватели еще не сильно старые, такие, по-моему, уже есть, которые немного в этом понимают. Ну, да, если старыми, так вообще ничего не объясните, они свои тараканы говорят. Ну, им можно объяснить письмом всегда, да, то есть, мы вот пишем письма, вот проблемы в институте возникли какие-то, мы пишем письмо о том, что он принимал участие в составе национальной сборной Республики Беларусь на чемпионате мира по компьютерным играм. То есть, это письмо старому преподавателю дает понять, что, ну, в общем-то, тут как-то все серьезно. Да, да. Да, то есть, ну, это все равно в любом случае решается, и без учебы не будет нормальной игры. Без игры, ну, как бы, соответственно, не будет... Нужно совмещать эти вещи для того, чтобы развивать мозги, в общем-то, и там, и там. Ну, да, вообще развитие. Да, потому что по-другому, по большому счету, никак. Потому что даже, в любом случае, перспектива есть. У него она двойная, у него заканчивают учебу, он может продолжать, как Антон, работать дальше в сфере киберспорта или работать дальше в офисе. Ну, в общем-то, по той специальности, которую он закончил. Ну, а мы, соответственно, помогаем. Да, вот интересно тоже, Антон, у вас сейчас, как у профессионального киберспортсмена, сколько времени уходит на тренировки? И, Максим, у вас, как у человека, для которого это пока, наверное, еще хобби, сколько вы тратите времени на игры? Ну, значит, конечно же, чем больше времени ты уделяешь тренировкам и анализу своей игры, как бы, самосовершенствованию, тем лучше именно в этой области ты станешь. Но, кроме этого, конечно же, хочется, ну, не хочется, точнее, рвать все связи там социальные, да, то есть есть друзья, есть там и родители и так далее, и каждому надо рассказать, чем ты занимаешься, там, чем-то даже похвастаться иногда. И просто так иногда отдохнуть хочется, то есть нельзя все время этому уделять, иначе ты просто сгоришь. Как бы вот, ну, просто очень быстро, да, сам себя сожжешь, и ничего хорошего из этого не выйдет. Надо балансировать. Конечно же, большинство, 90% времени уходит именно на тренировки, как бы, на отдачу себя тому, чем, ну, для того, чтобы получить какой-то результат. Ты отдаешь себя. Но, как бы, ты все равно хватаешься чем-то, так одним мизинцем левой ноги, да, за все остальное держишься, и вот не можешь никак все-таки полностью перейти на эту сторону. То есть, ну, надо балансировать обязательно. Но 90% времени много. А? 90% это много. Это много, конечно, но иначе не будет результата, потому что некоторые даже переступают эту черту. И тебе надо, как бы, ну, оставаться все равно наравне с ними, и даже, ну, есть, как бы, способы, когда можно чуть меньше тренироваться, но при этом больше достигать. Это когда ты с умом тратишь это время. Молодые игроки зачастую тратят очень много времени, но при этом расходуют его нерационально и неоптимально. Мне сейчас, когда я вижу, вот, пройденный весь путь, я уже могу рационализировать и, как бы, наиболее оптимально, как бы, тратить свое время. И за счет этого, как-то, выкраивать свободного еще чуть-чуть на себя. Есть такой вопрос. Вот 90% времени, ведь мы, он говорит то же самое, что мы говорим о работе. Вот как вы говорите о работе? Вы с утра встаете, завтракаете, уезжаете на работу. У вас там 6-часовой или 8-часовой рабочий день. Он составляет 90% времени общего дня. То есть у вас остается потом там с 8 часов вечера, там, или с 6 вечера до 9 вечера какое-то время для того, чтобы там поужинать, пообщаться с друзьями. Тут то же самое. Он говорит о промежутке времени, который он принимает как работу. Понимаете? Ну да, ну то есть полноценная рабочая часть. Да, то есть вы работаете… Даже чуть-чуть больше. Да, вы работаете, вот, сидя, там, скажем, за компьютером, да, передвигая мышкой по каким-то, в общем-то, эксэресским файлам, там, да, вордовским файлам и так далее. Вот. Он работает точно так же, сидя за компьютером, передвигая мышкой, ну, кликая в сотни раз быстрее вас, там, да, там и так далее. Но при этом всем это работа. И эти 90% нельзя ни в коем случае говорить, 90% времени он играет в компьютер или играет в компьютерные игры. Ведь он работает… Это само совершенствование в первую очередь. Да, он работает, он совершенствует свои навыки, он за это в конце концов получает зарплату, стабильную, измесячную зарплату, с которой официально платят налоги. Да, просто еще, наверное, в нашей стране непривычно осознавают, что человек может работать, играя. Да, вы знаете, человек может работать на заводе и очень сильно устать, и отработать 8 часов на заводе, но это как-то приемлемее, что ли, ну, понятней. Это привычное просто. Да, да, как-то понятней. Вот он едет в автобусе, там, в метро, и устал, да, понятно, он там отработал. Точно так же Антон работает, точно так же ребята работают. Ну, так же мы устаем, только они многие отойдут. Понимаете, ведь самое, что интересно, на самом деле, очень редко кто заглядывал вообще вот именно в ту сторону, в сторону вообще понятия спорта. Вообще, что это такое и вообще, и вообще, и вообще. Спорт, ну, так и переводится с древнегреческого языка, это не мы придумали, это греки, это игра-развлечение, то есть есть понятие физкультуры, физкультуры тела, да, это силовые виды спорта, ну, сангисты, скажем, боксеры, да, там, хоккеисты, там. Да, они тоже не очень-то здоровые, которые профессиональные спортсмены. Конечно, безусловно, они себя, они должны постоянно работать для того, чтобы совершенствоваться, но приходит время, когда, ну, где-то что-то, да, ну, прогибается, да, то есть в организме. Точно так же и тут есть вторая составляющая, немаловажная интеллектуальная часть. Вот здесь яркие представители интеллектуальной части спорта, да, без физкультуры тела. Шахматы тоже, спорт без физкультуры тела. Но Антон, вот в начале интервью сказал, он встал, сделал зарядку, выпил чашку кофе. Без спорта никак, все равно. Тут, я скажу, те, кто люди находятся там, за студией, я больше, чем я, 90% не делал зарядку. Я больше, чем в этом уверен. И я не делал зарядку, я не стесняюсь, это нормально, потому что я, ну, ее не делаю. Ну, вот мне вот так вот. Поэтому, ну, все это очень важно донести до народа, что работа, в том числе, то, чем они занимаются, и есть работа. То есть, вот ваша работа, моя работа. Работа просто другая. Да, просто другая. Новая пока еще для нашего, для понимания большинства людей. Диковато я чуть-чуть для понимания, да. Да, Максим, ну, а у вас вот в день или как, или не каждый день приходится тренироваться? Как получается? Ну, приходится каждый день вообще играть. Вот, это без этого никуда. Ну, у меня как день распланирован? Ну, я иду в универ, после универа начинаю играть. Ну, пока, ну, как студенты учатся, от сессии до сессии. То есть, сессия начинается, и ты начинаешь уже немножко, отлаживаешь игру, начинаешь усиленно готовиться к сессии. Что касается, вот, как вы говорите, работы, да, это на самом деле ты играешь, вот, когда ты играешь просто с друзьями, это ты увлечение, это тебе самому хочется. А вот, когда ты играешь уже на профессиональном уровне, то есть, ты хочешь пойти с друзьями погулять, но ты уже не можешь, тебе нужно играть, ну, официальные игры, там, допустим, или еще что-нибудь. И приходится уже через себя это играть. Ну, то есть, уже, если чего-то хочешь достичь, нужно это очень много времени тратить. И что-то надо, как... Чем-то жертвовать. Да, чем-то жертвовать надо. Вот это, наверное, мечта любого школьника, когда заставляют играть. Ну, тут так и получается. Можно сказать, иногда даже заставлять, когда там уже организация какая-то есть, когда ты не пришел, у тебя там, хоп, штраф, или еще что-нибудь, что-то в этом роде. Нормальная практика, контракты с киберспортсменами, такие же контракты, как с футболистами, они ничем не отличаются. Точно так же компании оплачивают переезды, точно так же они забирают какую-то часть выигрышей себе. Это нормальная мировая практика. Это все есть. Этого нет просто у нас. И все. Ну вот, да, уже разобрались, что у нас это пока не на том уровне, на котором хотелось бы. Денис, наверное, вопрос в первую очередь к вам. Сколько лет, десятилетий потребуется для того, чтобы киберспорт стал таким же привычным, как футбол, волейбол? Вы знаете, я вот скажу с точки зрения, нужно понимать, географически это все. Значит, у нас на самом деле выходов немного, всего один. Значит, если мы, нас потянем в сторону Балтики, Балтии, там в принципе все закончилось год 3-4 назад. То есть там просто этого нет. Я не знаю почему, может быть, из-за их ментальности балтийской, но я не знаю из-за чего. Но там просто все это закончилось, в принципе, существовать. Хотя в свое время, в 2004 году они были лидерами в очень многих позициях. Перестали существовать игровые клубы, киберспортивные клубы, ну, компьютерные клубы, понятнее, да, чтобы было понятно. Перестали совершенствовать компьютеры там в этих клубах. И все это потихонечку-потихонечку как бы вот притухло. Вот, и все. Значит, если, конечно же, мы посмотрим в сторону России и Украины, да, то там это на диком подъеме. То есть если Россия уже перегорела с большими клубами и играют в интернете, то в Украине есть большая киберарена, на которой расположено 250 компьютеров, где построена стационарная сцена, на которой стоит куча плазм и все, и постоянно проводятся чемпионаты там европейского уровня. Вот, то, конечно, вот в том направлении нравится больше. Вот, до них нам 5 лет. До них мы никогда не приближались. То есть у нас не было никакого семимильного шага, да, чтобы их догнать. Но я очень надеюсь, что вот этот показатель мы привезли, мы единственную медаль привезли из страны СНГ. То есть никто не привез медаль официального зачета. То есть были дисциплины официальные, были промо-дисциплины. Беларусь единственная страна, кто привезла медаль бронзовую из всех стран СНГ. То есть я считаю, что мы сейчас сделали довольно приличный шаг для того, чтобы догнать и Украину, Россию. Вот, и если у нас сейчас... Это не 5, а 4,5 года. Я думаю, может быть, 2,5. Где-то на 2,5 года мы сделали шагачку. Если, конечно же, нас сейчас поддержат. Если сейчас все-таки придет какое-то понимание того, что нам не надо много. Нам не нужны дворцы. Нам не нужно какие-то там супер-мега приспособления, супер-дорогие там и так далее. Нам нужно просто понимание и признание. И очень скоро мы этого попросим. Хотя бы признание. В общем, я пока не могу об этом говорить, но это в ближайшей перспективе обязательно эксклюзивчик вам дам. Мы будем очень рады. Вот, но я надеюсь, если тут пойдут нам навстречу, то, конечно, эти 2,5 года, которые мы сейчас так наверстали, не пройдут зря. Если нет, я вам угадываю. Тогда в сторону Балтики. Я не знаю, может быть, есть люди, которые увидят это, может быть, есть люди, которые хотят этим заниматься. То есть, если не будет какого-то движения перспективы, вот сейчас пока мы в огне, так сказать, да, вот пока мы горим, вот если как бы не поддержать этот огонь, то он может потухнуть. Если не станет таких людей, организаторов, которые это двигают все, да, мне сегодня 35 лет, я жду третьего ребенка, да, у меня, ну, у меня семья, у меня, ну, у меня есть приоритеты в жизни, понимаете. Я, в общем-то, занимаюсь этим всем, и слава богу, меня моя семья понимает, да. Но в конце-то концов это все закончится. Я, ну, у меня есть большие планы на будущее, благо оно у меня обеспечено, но они у меня есть. Я хочу со своей семьей, там, уехать на полгода куда-нибудь, ну, например, да, там, ну, это надо, и надо кого-то здесь оставить. Я очень надеюсь, если меня кто-нибудь видит, пожалуйста, принимайте эстафету. Я долго не смогу. Денис устал. Я не встал, я не встал, но я долго не смогу. Поэтому надо, надо, если будет какое-то признание, если будет понимание со стороны, и в том числе и правительственные вертикали, я надеюсь, то, конечно же, это все будет двигаться, развиваться. Крик души, просто крик души, господа, в нашей студии, да, крик души. Да, ребят, еще вопрос, ну, вот, опять же, возвращаясь к тому стереотипу, к тому представлению о киберспорте, которое пока еще в нашем обществе распространено, что это все потеря времени, вообще вред для здоровья, и в кого они потом превратятся, все эти геймеры, вот, ну, как, наверное, любая бабушка сказала бы сейчас, что вы можете сказать, какие аргументы привести в противовес вот таким вот мнением, таким высказыванием? Я начну, как самый старший, я начну, три поколения, три поколения поменялось. Вот, с 2005 года, вот, по сей день, я встречаю игроков, с которыми в первый раз там улетел в Сингапур человек в 2006 году. Он работает на госслужбе, он исправно напоминает бизнесменам о том, что нужно платить налоги, к примеру, да. Есть примеры людей, которые профессионально играют в покер, профессионально, которых мы увидим скоро, когда вдруг какой-то миллион выиграет, а уже есть и такие миллионы, чуть меньше, но есть, да. Они находят себе место в жизни, просто коммуникабельность никто не отменял. Вот, если ты коммуникабельный человек, да, ты играешь в игры, ты можешь, будет работать на заводе, да, делать там шесть, там, шестерин вместо трех, да, ты коммуникабельный, ты понимаешь, как к этому подойти, точно так же и здесь. Просто интерес такой, вот, в определенный промежуток времени. И проходит время, вот, как у ребят, я на самом деле больше, чем уверен, что пройдет время, какое-то там три, вот, закончит он учебу, влюбится, и, в общем-то, и это пройдет, и это нормально, если до этого момента не будет организован какой-то профессиональный подход к этому делу. Вот, как Антон, он может сегодня работать, встречаться, не знаю, как жениться, кстати, когда будет маленький лавилят, вот, и, ну, и при этом все, но если вот сказать про ребят, они молодые сегодня, и у них какой-то появляется новый интерес, как правило, это любовь и девушка, то как-то и то-то так вот, уже те обязательства, о которых он говорит, там, вот, пять человек меня ждут, они как-то уже и отходят на второй план, и это нормально, и он идет в жизнь, и его место занимает другой человек. Это то, что я вижу. Ну, так и есть. Да, и я это, я говорю, три поколения я их вижу, вот это вот реально представительство третьего поколения на моей памяти вообще, в принципе. Да, ну, если еще приводить какие-то аргументы в защиту, скажем, киберспорта, то вот первым делом приходит в голову поддержка со стороны Минобороны хотя бы, да, геймеров. Да, существенная поддержка. То есть неспроста, наверное, все-таки они поддерживают, наверное. Вы знаете, опять же, давайте, может быть, я постоянно говорю, скажите, что вы видите вообще. Да, ребят, скажите, что вы видите, на самом ли деле есть вот та польза, о которой говорят геймеры, о которой говорит сейчас и Минобороны, почему они поддерживают. Вы чувствуете на себе какой-то прогресс благодаря тому, что вы играете? Ну, для меня лично как бы прогресс очевиден. Если до этого я был таким, ну, тихим, можно сказать, ребенком, который никогда не был отличником и просто сидел за партой всех слушал, то когда я первый раз, можно сказать, сыграл с людьми, до этого как бы сидел, играл дома с компьютером, меня начали замечать, меня начали уважать, и как бы какой-то авторитет в классе появился. Я понял, что это что-то могу, чего-то стою. И эта уверенность как бы в себе, она просто растет и крепнет с каждым днем, с каждым годом. И я уверен, что даже если сейчас вот конец света, интернет пропадет, не будет освещения, телевизора, ничего, я найду свое место в жизни. И я уверен в этом. Я считаю, что это один из плюсов киберспорта и вообще любое соревнование, соревновательных дисциплин, чего угодно. Ты просто знаешь, что ты на что-то способен. И, ну, как бы, конечно же, есть какие-то минусы. У тех, у кого это не получилось, к сожалению, есть такие, таких, скорее всего, даже большинство, потому что лучшие – это вершинка айсберга. А все остальные – те, кто поддерживает этот айсберг, и мы можем как бы только отблагодарить их за это, чтобы они, ну, понимали, что, как бы, на самом деле результаты лучших – это, они основаны, как бы, на поражениях тех, кто чуть похожи. Знаете, работа Минобороны, вот я мало времени остается, я просто хочу сказать, не, так сказать, не вот вылить, взять там, да, там, каких-то там сладких вещей в их… Нет, их работа заключается не в том, чтобы повысить лояльность к этой белорусской армии, да, крича о том, что вот, там, вот, ребята, там, сейчас поиграем, а завтра в армию, и всегда в армию, да. Нет, здесь настолько существенная помощь нам, как организаторам, плюс есть такие дисциплины, которые действительно повышают патриотизм, да, те же самые танки. Я, на самом деле, я уже об этом говорил, и я поигрываю в них иногда. Я и на танки раньше внимания обращал, я сейчас, я не молодой человек, который там еще собирается пойти в армию, да, я сейчас к Дому офицеров подхожу, к Дому офицеров, да, и вот эту Т-шку вот эту я обхожу, я смотрю, вот это маска орудия, вот тут вот гусеница, вот здесь вот. Мне интересно стало, потому что я его вижу там, да, то есть и таких миллион людей, вы знаете, их миллион, реально их миллион, играющие в танки. И мне это становится интересно, нет, конечно, ну, как бы я, в принципе, в армию-то я не очень горю желанием, да, но мне интересно, мне интересна военная техника, вот, а они это дело подхватили и держат вот так вот в руках, да, и пытаются донести через игру, это здорово, никто никого не заставляет. Вы видели социальные рекламы Министерства обороны, да, там, запись после медкомиссии, да, там, хочешь попасть в мир танков, пожалуйста, там выпрыгивает танк, запись после медкомиссии. Это здорово. На фоне этого никто не из-под палки не гонит, то есть они пытаются дойти до народа, до молодежи вот через мир танков в данном случае, и тем самым безумно помогают нам. Вы не представляете, на самом деле, может же, ну, куча препонов в любых начинаниях, в любых организаторских вещах, как бы, куча препонов, которые просто помогают преодолевать нам Министерства обороны. И это вот тут никто не скрывает. Да, наверняка Минобороны видят для себя тоже какую-то пользу, помимо того, что это прямой путь к сердцу молодежи, скажем так, через игры, они, ну, вот, ребята, да, тоже, не знаю, подтвердите вы или развеете представление о том, что... Да, я полностью согласен. Да, да. Ну, как бы это объединяет немного, сближает армию с простыми людьми. А вот, скажем, развитие каких-то личных качеств, например, там, не знаю, внимательность, координация и так далее, правда, что это тоже все развивается? Да, исследование есть, как бы, и давно доказано, что люди, которые играют в такие игры, у них, во-первых, реакция лучше, как бы, быстрое принятие решений, плюс возможность там отслеживать несколько целей, многозадачность появляется. То есть, так или иначе, это потом можно где-то использовать. Вот вы представьте, он появляется на карте, вот он появляется на карте вот таким вот кусочком, маленьким своим войском, да, и начинает развиваться. У него противник появляется на другом конце карте точно так же. У него, ну, миллион вариантов развития событий, понимаете? Он, как могут... Противник может прийти... Да, противник может прийти прямо сейчас. Противник может прийти на средней стадии или на поздней стадии, и он должен все прорабатывать и в голове в том числе. То есть, реально летящая ракета, ты смотришь в тот же самый монитор, в такой же, только вот с таким зеленым кружком, да? Ты человек, понимающий того, что, как говорит там Андрей Шубодеров в этом случае, он четко понимает, он наведет, нажмет и собьет. Ну, чем, скажем, моя мама там, да, она была бы делала вот так вот, или смотрела, что она делает, да, потому что она не понимает. Это нормально. Это как к сердцу, так и к сердцу вообще с армией, я имею в виду, непосредственно активных действий внутри. И это проверено. И есть куча исследований у Российской Федерации компьютерного спорта. К сожалению, не могу их предоставить, но я надеюсь, что очень скоро это смогу все делать. Желаю, еще и найдут еще. Да, есть институты, работающие в Российской Федерации, которые это доказывают, исследуют, там, по 100-150 геймеров берут на исследование. Это нормально, это работает, и это очень, в общем-то, все очень просто для понимания. Просто хотелось услышать от живых геймеров, что это действительно работает, что это действительно все не какие-то мифы. Работает. Работает. Да, ну что же, наше время, к сожалению, подходит к концу, очень интересно с вами беседовать, но, тем не менее, да. Может быть, вы напоследок сами хотите что-то еще сказать, о чем-то важном вспомнить, или просто чего-нибудь пожелать нашим зрителям? Ну, что я могу? Передаю, во-первых, привет белорусской идоте-комьюнити, и, ну, и хочу, чтобы они, если чего-то хотели добиваться, то вкладывали эти какие-то усилия в это. Это главное. Угу. Вот. Ну, я хочу сказать тогда, что вот сейчас, тот этап, который сейчас есть, когда-то это было мечтой. И действительно играть, зарабатывать деньги, это было моей мечтой, когда я был школьником, и я думал, что никогда это не будет возможным. Сейчас это уже возможно. Мы осуществляем свои мечты своими усилиями. И сейчас у нас уже новые мечты. И когда-нибудь мы осуществим их. И осуществим их, если будем стараться. Да, непременно. Ну, я же, конечно же, начну с благодарности, конечно же, всем, всем, всем партнерам, которые поддерживают это движение. Потому что без них, ну, ничего бы не получилось. Не буду их перечислять. Все понимают, о чем это, о ком идет речь. Второе. Я очень прошу родителей, пожалуйста, но не мучайте своих детей. Не запрещайте, не ставьте родительские коды. Не запрещайте им играть, развиваться. Сделайте, пойдите каким-то другим путем. Дай-за-дай, что ли. Ну, как-то так. Но, потому что запрещая, они рвутся еще больше и делают только себе хуже. Они это делают втихаря. Когда вас нет, когда вы на работе, вы даже знать не знаете. Запретный плод. Да, запретный плод. И третье. Я безумно благодарен национальной сборной 2012 года. Я безумно благодарен ребятам. Я безумно благодарен Антону. Потому что я, знаете, внутри к этому шел очень долго. И я вот сейчас вижу, что вот оно, наконец-то. Мы высидели это бронзовое яйцо. Ура! Вот. И как бы я безумно вам благодарен. Спасибо вам большое. Да. Ну, мы тоже на самом деле благодарны вам за то, что вы все-таки защитили наши флаги белорусские. И мы надеемся на новые успехи. Я думаю, что вся редакция Тутбай и не только вас поддержит. И будет ждать новых результатов, еще лучше тех, которые вы показали в этом году. Дорогие друзья, на этом наша встреча заканчивается. Я напомню, что у нас в студии были представители национальной белорусской сборной на ВЦГ World Cyber Games 2012 года. Тим-лидер белорусской сборной Денис Богуш. Максим Дорощенок, представитель команды Devil Mice, играющий в Доту. И Старкрафтер Антон Плебанович. Спасибо вам, что были с нами. Спасибо вам, что пришли. Спасибо, да. Добро во всем.